добрый день игорь олегович спасибо вам что вы нашли время для нашего интервью светлана добрый день я тоже очень рад не так давно прошел конгресс евроазиатского общества по инфекционным заболеваниям и вы в нем принимали участие я так полагаю обсуждались вопросы к вида либо не только действительно евроазиатское общество по инфекционным заболеваниям это на сегодняшний одна из ведущих структур в этой области и мне посчастливилось по приглашению ее президента юрий владимирович лапзина быть на конгрессе и в частности в рамках президиума этого общества принимать участие в работе конгресса очень интересно то что за последние два года прошедшие весь мир понял насколько важно обмен мнениями области инфекционных болезней микробиологии о чем был конгресс первую очередь конечно это вопросы к вид 19 это подведение некоторых итогов но в целом общество направлено во многом и на профилактику инфекции поэтому говорили много о вакцинопрофилактики к вид 19 но и других инфекций подчеркивали некоторые тенденции к сожалению на этапе к вид 19 конечно и ресурсы здравоохранения и ресурсы всего общества были направлены именно на борьбу и профилактику этой инфекции но есть отложенный эффект определенные немножко забыли о других актуальных инфекционных заболеваниях можно быть в определенных моментах в некоторых странах были упущены календари вакцинации против других инфекций хочу подчеркнуть а они к сожалению вернут утраченные позиции вот иногда говорят насчет пересечения к вид 19 и гриппа почему во время пандемии к вид 19 мы не фиксировали не регистрировали а массовые случаи заболевания гриппом но одна из причин эта причина вполне понятная методы профилактики к вид 19 гриппа они схожи мойте руки не трогайте руками лицо защищайте органы дыхания если это маски например они точно также защищают от гриппа но к вид 19 ушел и я хочу для наших зрителей подчеркнуть что грипп он все равно остается и вакцинация против гриппа сезонная будет иметь все больше и большее значение к вид продолжат циркулировать но в меньшем масштабе если говорить про ваше выступление ваш догад был посвящен вопросам иммуногенности безопасности вакцинации проведено беларуси разными вакцинами это исследование проводилось на базе вашего университета насколько мне известно расскажите результатах мы провели интересные исследования по сравнительно иммуногенности и сравнительно безопасности двух вакцин двух вакцин которые применялись в республике Беларусь это Это вакцина «Спутник Ви» и это китайская инактивированная вакцина «Вероцелл Синовак». Очень интересно было именно сравнить одновременно эффекты этих двух вакцин. У нас была когорта людей, привитых вакциной «Синовак» и когорта людей, привитых вакциной «Спутник Ви». Это все шло параллельно, и мы оценивали профиль безопасности, как эти вакцины переносятся, и мы оценивали иммуногенность на определенных точках отсечки в течение шести месяцев, а сейчас уже и девяти месяцев от вакцинации. Несколько интересных выводов, которые было приятно представить на Евроазиатском Конгрессе. И, кстати, и для россиян, и для граждан других стран было очень интересно сравнить, потому что такое сочетание вакцин, как инактивированное у части населения и векторное у другой части населения, это было не во всех странах мира. Мы отметили, что в плане иммуногенности действительно вакцина «Спутник Ви» более иммуногенна. То есть она вызывает более высокие титры антител против вируса SARS-CoV-2, и этот высокий титр сохраняется более длительное время. Что касается вакцины «Синовак», то титр антител несколько ниже, но и в отношении переносимости она переносится легче. Что касается, например, такого нежелательного явления, как лихорадка после прививки, температурные реакции, то они возникают достоверно чаще при вакцинации «Спутник Ви», чем при вакцинации китайской вакцины. Что еще очень важное было показано, и это еще раз подтверждает важность вакцинации переболевших. Мы показали, что та группа людей, которая переболела COVID-19, а впоследствии сделала прививку, имели гораздо более высокий титр антител против вируса, и этот титр сохранялся длительное время. В том числе он сохранялся и на точке оценки 6 месяцев. То есть вывод, который практически мы можем сделать, если вы переболели COVID-19 и привились, то это один из самых надежных вариантов защиты от последующих инфекций. Это то, что в мире сегодня называется гибридный иммунитет. Это исследование окончено, либо будет еще продолжение? Мы продолжаем оценку, и в том числе сейчас продолжается оценка более долгосрочных эффектов в плане заболеваемости. Я думаю, что в ближайшее время появятся и новые данные. Вы говорили про отложенный эффект некоторых инфекций. Вот сейчас население всего мира возвращается к привычному укладу жизни. Путешествует, общается активно. Как это вообще может отразиться на эпидемиологической ситуации в мире, в Беларуси в частности? Конечно, люди возвращаются к нормальному образу жизни. Это естественно, это привычно. Люди хотят путешествовать. Что касается отложенных инфекций, я имел в первую очередь те инфекции, которые могли быть не диагностированы в связи с тем, что упор был сделан на COVID-19. Это может касаться, например, туберкулеза. Были случаи, возможно, невыявленного туберкулеза, который будет выявляться впоследствии. Сейчас оценивают такие вопросы в отношении ВИЧ-инфекции, что в период пандемии COVID-19 диагностика ВИЧ-инфекции в определенных регионах мира была снижена с учетом того, что лаборатории были нацелены на диагностику COVID-19. Вот эти моменты, они действительно могут сейчас сыграть. И вот этот постковидный период, это тоже будет инфекционный период, но его спектр будет немножко другой. Что касательно путешествий, то принципы те же, которые были и раньше. Если человек планирует путешествия в регион эндемичный по какому-либо инфекционному заболеванию, ну это, например, регионы тропические, например, человек путешествует в джунгли Амазонии, то есть определенный список необходимых прививок, которые нужно сделать. Ну, я могу привести пример, пример прививки против желтой лихорадки. При путешествии в Латинскую Америку это весьма и весьма необходимая прививка, которую нужно сделать. Среди прочих в мире, например, имеются прививки от японского энцефалита. Это заболевание, которое поражает регионы Азии и очень распространено, переносится комарами в Азии. И достаточно тяжелые заболевания с неврологическими осложнениями. Против него тоже есть прививки. Но это вообще отдельная тема для разговора – вакцинация путешественников. Грамотный путешественник перед тем, как поехать в Африку, в Азию, в Латинскую Америку, обязательно прочитает, попытается разобраться, какой базовый набор прививок нужно сделать, чтобы чувствовать себя спокойно и уверенно. Если путешественник едет не так далеко, например, в Европу, есть какие-то рекомендации? Стандартные рекомендации насчет европейского региона, они примерно такие же, как и в Беларуси. Опять же, человек должен быть привит от COVID-19. Я хочу подчеркнуть, что несмотря на то, что мы находимся на нижнем уровне заболеваемости, инфекция полностью не исчезла. И когда человек заболевает на нижнем уровне заболеваемости, это никоим образом не помогает ему. Тоже можно переболеть в тяжелой форме. Никак не утешает людей то, что он заболел на нижнем уровне заболеваемости, то, что вокруг него мало болеющих. Если он заболел, заразился инфекцией, она может протекать весьма тяжело. Поэтому в плане путешествий в Европу это стандартный набор прививок, которые есть в нашей стране, национальный календарь профилактических прививок, плюс сезонные. Это вакцинация против гриппа. Она никуда не ушла, она необходима. И осенью будет новый состав вакцин, доступен к вакцинации против гриппа. Я буду рекомендовать привиться. Ну и, соответственно, если вы еще не сделали бустер от COVID-19, а у вас прошло уже достаточно времени, то это тоже обезопасит вас и ваших близких. А состав вакцин против гриппа уже известен? Ежегодно весной Всемирная организация здравоохранения публикует рекомендации по составу вакцин против гриппа. И эти рекомендации делятся для северного и для южного полушария. Потому что состав зачастую разный циркулирующих вирусов. И уже в течение лета компании, которые производят, заводы, которые производят, на основании этих рекомендаций запускают производственный цикл вакцин против гриппа. Чем отличается принципиально создание вакцин от создания любых других лекарственных средств. Лекарственные средства создаются путем химического синтеза. И технологический процесс зачастую может быть достаточно короткий по времени. То есть в короткий промежуток времени можно создать определенное количество вещества. Что касается вакцин, почему это высший пилотаж фармацевтической промышленности? Почему единичные страны мира могут похвастаться наличием собственных вакцинных производств? Потому что это крайне сложная технологическая система, которая затрагивает как длительный период по времени производства, так и высокий риск ошибок. И иногда мы слышим, что вот, например, в сентябре месяце есть задержки с поступлением вакцин. Почему это? Это потому, что производство начали, например, в июне. И чтобы вакцина была готова в сентябре, производство может идти несколько месяцев. И одна ошибка, которая была допущена в цикле производства в середине, полностью обрубает этот процесс. И надо начинать сначала. Поэтому еще раз хочу подчеркнуть, что вопросы создания вакцин это одно из самых сложных направлений вообще в современной фармацевтике, в современной науке. Вирус гриппа постоянно меняется, мутирует. Если мы говорим про другие вирусы, нельзя ли утверждать, что они тоже пройдут некоторую мутацию? Условно говоря, известный нам вирус ВИЧ иммунодефицита человека тоже несколько мутирует. Ну и это станет проблемой для общественного здравоохранения. Действительно, практически все вирусы отличаются определенной нестабильностью своего генома. Есть просто некоторые с более высокой частотой мутации, есть некоторые с меньшей частотой мутации. Соответственно, находясь в своем хозяине, в определенной концентрации, вирус претерпевает изменения. И зачастую это наблюдается при смене хозяина. Вы привели пример вируса иммунодефицита человека, у которого есть понятие резистентность вируса к антиретровирусной терапии, то есть к тем лекарствам, которым лечатся. И действительно, пройдя определенный путь в человеческой популяции, вирус иммунодефицита человека, он меняет свой состав. Этот феномен отмечен, он изучается. В каждой стране мира ведется мониторинг резистентности к антиретровирусной терапии и мутаций, соответственно, вируса иммунодефицита человека. Но это касается и других вирусов. Это касается и респираторных вирусов, которые отвечают за какие-то стандартные вирусные инфекции, верхних дыхательных путей. Наноситься к этому надо спокойно. Практикующие врачи, и они знают методы, как не допустить избыточной мутации этих вирусов. Но это правильное назначение АРТ в отношении ВИЧ-инфекции. Это правильный прием таблеток к пациентам. Ну а что касается в целом ситуации с мутациями, это естественно для вируса. Вирус – это тот организм, который, кстати, зачастую классифицируется как неживой организм, который нуждается в клетке хозяина для того, чтобы поддержать свою популяцию. И он будет приспосабливаться. Он будет приспосабливаться, и сколько будет жить человечество, столько будут жить вирусы. И более того, когда люди начинают определять, что было раньше, касательно вирусов, то определенно это весьма и весьма древние структуры, которые были задолго до появления человека на этой земле. И, возможно, они останутся и после того, как человек исчезнет с этой земли. Если говорить про более приближенные заболевания, ну, например, про кишечные инфекции, как-то принято к ним очень легко относиться, но мы же знаем, что дети, например, до 5 лет очень тяжело могут заболевать этим, переносить это заболевание. Вот кишечные вирусы могут мутировать, и люди, которые переболели условно в детстве, повторно начнут болеть. Все же, все-таки кишечная инфекция сейчас – это большая проблема. Кишечная инфекция – это серьезная проблема, но это гораздо большая проблема в регионе Африки. Когда мы раскладываем по причинам детскую смертность, детскую и младенческую смертность в мире, то огромный вклад в детскую и младенческую смертность вносит кишечные инфекции, а именно кишечные инфекции в регионе Африки, в регионе Азии, потому что зачастую в этих регионах нет возможности предоставить адекватную регидрационную терапию. То есть банально восполнить жидкость потерянную. Если у ребенка тяжелая диарея в Африке, то ему могут не успеть ввести эту жидкость, он может погибнуть. Поэтому кишечная инфекция это очень серьезная проблема в ряде регионов. В отношении вирусов часть кишечных инфекций действительно вызывается вирусами. И наиболее распространенные и известные это ротовирус, ротовирусная инфекция. Их существует целый ряд сиротипов. Соответственно, есть возможность человеку переболеть несколькими сиротипами. Но я хочу подчеркнуть, кстати, что против ротовирусной инфекции существуют вакцины. Они разработаны. Во многих странах мира они включены в национальные календари профилактических прививок. Более того, есть программы вакцинации и для бедных стран мира. Есть фонды, которые помогают, например, сделать прививки от ротовирусной инфекции для детей бедных африканских стран. Поэтому на сегодняшний день уже и против ротовирусной инфекции есть механизмы профилактики, доказанные механизмы профилактики. И, кстати, это гораздо более эффективно, чем базовые принципы мыть руки и так далее. Потому что ротовирусом весьма и весьма контагиозно. Я могу ошибаться, но мне кажется, раньше у нас была прививка от ротовируса. Но она была не очень востребована. Соответственно, сейчас люди не прививаются. На ваш взгляд, стоит ли вернуть вакцинацию от ротовируса? Я хотел бы разделить два понятия. Есть понятие национальный календарь профилактических прививок. Есть понятие дополнительные прививки по желанию человека. В наш национальный календарь профилактических прививок не входит ротовирусная инфекция. Что такое национальный календарь? Национальный календарь это список вакцин и сроки их введения, которые обязательны к исполнению гражданам Республики Беларусь и финансируются из бюджета государства. То есть все вакцины, которые написаны в национальном календаре, предоставляются гражданам Республики Беларусь бесплатно. Сверх этого списка гражданин может по своему желанию привить своего ребенка любой другой зарегистрированной в Республике Беларусь вакциной. Но если приводить практические примеры, то один из наиболее ярких примеров это вакцинация против вируса папиллома человека. Это тот вирус, который уже сегодня доказано, однозначно вызывает рак шейки матки. И практически все случаи рака шейки матки в мире они ассоциированы с вирусом папиллома человека. В некоторых странах мира эти вакцины внесены в национальный календарь. В многих странах мира и в большинстве они пока не внесены. Но это не значит, что их нельзя использовать. Любой желающий родитель может привить своего ребенка вакцины против вируса папиллома человека по своему желанию, соответственно, согласия, подписав необходимые документы, заплатив определенную сумму за эту платную услугу. И это нормально, и это естественно. Поэтому, когда мы говорим о национальных календарях, да, их хорошо расширять. И это было бы абсолютно логично, если бы национальные календари расширялись. Обычно это коррелирует с уровнем дохода страны. Чем выше уровень дохода на душу населения в стране, тем шире национальный календарь фактических прививок. И если мы будем говорить сейчас о том календаре, который из Беларуси, он весьма сбалансированный, достаточно хороший календарь. Когда мы с нашими экспертами из-за рубежа сравниваем календари разных стран, то национальный календарь Беларуси, он смотрится очень достойно по ряду причин. У нас в календаре присутствует инактивированная полиовакцина, что весьма и весьма прогрессивно по ряду причин. У нас была внедрена пока что для узких групп детей пневмококковая вакцинация, но это тоже хороший шаг. Ну и, собственно говоря, у нас достаточно удобный к использованию национальный календарь профилактических прививок. У него есть потенциал для развития. Я могу сразу обозначить, какие инфекции могли бы в перспективе пополнить этот календарь. Ряд стран, и это вполне обоснованно, расширяет вакцинацию против пневмококковой инфекции. Есть такой микроб, его называют пневмокок. По-латыни это стрептококус пневмония. Это очень нехороший возбудитель, который отвечает за целый ряд инфекций. Это основной возбудитель пневмонии бактериальных. Это возбудитель гнойных менингитов. Это возбудитель гнойных отитов и синуситов. Это то, чем болеют дети в течение первых 10 лет жизни и достаточно тяжело. И, кстати, в плане профилактики, например, глухоты, тугоухости у детей их стоит прививать от пневмококковой инфекции, потому что перенесенный однажды гнойный пневмококовый отит это первый шаг к тому, что у ребенка будут рецидивирующие отиты, что он будет болеть отитами каждых полгода после вот этого первого случая. Если бы он был вовремя привит от пневмокока, то не было бы и первого случая, и ткань уха была бы интактна. И вот эта пневмококовая прививка она показана пожилым людям старше 60 лет, она показана детям, она показана людям со сниженной иммунной системой. Также важное направление это вакцинация от менингококковой инфекции. В национальных календарях многих стран мира присутствуют прививки от менингококковой инфекции, в частности и квадривалентная, четырехвалентная вакцина присутствует, и вакцины против других серотипов менингокока, в частности Великобритании расширенная программа вакцинации против менингококковой инфекции. Вакцинация против ВПЧ крайне важное направление. В частности, очень хороший эффект показан при вакцинации девочек подросткового возраста от вируса папиллома человека. Это во многом ощутимо снижает вероятность этим девочкам впоследствии заболеть раком шейки матки. А если мы говорим о экономике, то вы представляете, сколько стоит вакцина и сколько стоит лечить рак шейки матки. И получается, что экономически и с точки зрения всех позиций и эффективнее, и надежнее, и гуманнее привить ребенка в подростковом возрасте и гарантировать ему вот это состояние защиты от ВПЧ на протяжении следующего десятилетия, как минимум. То есть вакцинация имеет значение не только для индивидуального здоровья человека, но и в целом для экономики. Я знаю, что этот аспект вы тоже отражали в своем издании, первом отечественном издании по вакцинологии. Да, действительно, этот труд направлен как раз на специалистов, не связанных с вакцинологией напрямую. Когда мы готовили издание под названием «Общая вакцинология», мы старались написать его таким языком, чтобы это было интересно врачам других специальностей, не только инфекционистам, и более того, не только медицинским работникам. Потому что очень много фейков, очень много недостоверной информации, информации от псевдоэкспертов. И эта книга «Общая вакцинология», она отвечает простым языком на вопросы социологии вакцинации, на вопросы влияния вакцинации на коллективное здоровье населения. И действительно, вы подняли вопрос экономики. Вакцинация – это, с точки зрения экономики, самая успешная медицинская процедура для профилактики заболеваний человека. Вы только представьте, вакцины стоят недорого, сравнительно с тем, сколько стоит лечить эту инфекцию, какие последствия бывают у этих инфекций. Более того, если посчитать весьма просто некоторые моменты исторические. К примеру, эрадикация натуральной оспы. Мы знаем, это страшное заболевание, которое в значительном количестве случаев приводило к летальным исходам. И мы знаем, что до 1980 года проводилась вакцинация от натуральной оспы. Многие могут обнаружить у себя на плече характерный след, те люди, которых успели привить. А с 1980 года было принято решение об отказе, с учетом того, что натуральную оспу победили. И вот, когда начали считать, сколько стоило эрадицировать натуральную оспу, казалось, что это стоило 50 миллионов долларов. Это сумма крупная достаточно. Но какого количества жизней спасли в результате этих денег? Спасли 300 миллионов человеческих жизней. Если сделать простой арифметический подсчет, то оказывается, что стоимость одной спасенной жизни человека была 6 долларов. Соответственно, это одно из самых эффективных медицинских вмешательств, которое только может быть. До ковидного периода мы чаще говорили про неинфекционные заболевания. Этот аспект вносился в госпрограммы. Медики уделяли неинфекционным заболеваниям большое значение. Сейчас же ковид, мне кажется, перевернул ситуацию. И медицинская общественность сейчас больше говорит об инфекциях, инфекционных заболеваниях. В связи с тем, что предполагается увеличение доли инфекционных заболеваний, бремени их. Стоит ли менять какие-то подходы, профилактики, лечения, на ваш взгляд? На мой взгляд, пандемия еще раз подчеркнула то, что инфекции никогда не прощают беспечность и забывчивость. К сожалению, у части людей, как только проходит острая проблема, они забывают. Можно привести такой пример. У человека сейчас острая зубная боль, ему решили эту проблему, и он забыл про уход за зубами. С инфекциями в чем-то похожая ситуация. Когда пандемия, естественно, все внимание общества направлено на пандемию, на эту ситуацию, как с ней бороться, как защитить себя. Как только пандемия проходит, люди очень быстро забывают. Вообще память человеческая очень короткая. Но инфекции напоминают о себе, поэтому стоимость забывчивости очень высокая. И те руководители, которые понимают, что инфекции наказывают за эту беспечность, они будут поддерживать инфекционную службу. Они будут в межпандемический период вкладывать средства в создание инфекционных больниц, в подготовку кадров, в подготовку лабораторий диагностических, в подготовку специалистов-эпидемиологов, в санслужбы. И даже, может быть, кто-то скажет, что пандемия закончилась, зачем нам инфекционисты, зачем нам инфекционные больницы? Может быть, они в режиме ожидания работают? Во-первых, инфекции есть другие, помимо пандемических. Постоянно идут инфекции у пациентов с высокотехнологическими операциями. Есть антимикробная резистентность, осталась ВИЧ-инфекция, вирусные гепатиты В и С. То есть инфекционисты всегда для них будет работа. Но нужно сохранить, нужно поддержать школы, нужно дать людям места работы. Потому что если через 3, 5, 7, 10 лет придет эпидемия, она придет. Это будет однозначно. И природа микроорганизмов такова, что они напомнят о себе. Однозначно напомнят. Мы должны быть готовы. Мы должны быть готовы как технологически, так и кадрово. И это, кстати, одна из причин, почему сейчас очень многие страны мира, которые не имели собственной сильной биофармацевтической промышленности, вкладывают деньги именно в этом направлении. И в том числе вопросы разработки вакцин. Это вопросы даже не финансовые. Это вопросы безопасности государства. Когда государство может обеспечить свою биологическую безопасность в полном объеме. Поэтому наша позиция заключается в том, что межпандемический период нужно использовать для максимальной подготовки к следующей пандемии. Виктория Амат Курам. Победа любит подготовку. Поэтому, чтобы победить и преодолеть следующую пандемию, мы должны быть готовы уже сейчас. Но пока эта пандемия еще не закончилась, эксперты прогнозировали появление новых штаммов коронавируса каждые полгода. А тут недавно ВОЗ заявила, что ожидает появление еще более заразного штамма коронавируса. Вы как эксперт в области инфектологии можете это подтвердить? На ваш взгляд, так и будет? Светлана, что касается появления новых штаммов, они могут появляться. И они появляются регулярно. Но не все из этих новых штаммов вируса SARS-CoV-2 представляют собой интерес. Мы помним с вами, что есть классификация варианты, вызывающие беспокоенность или озабоченность, варианты, вызывающие интерес и варианты, которые требуют наблюдения. Так вот, значительное количество новых вариантов вируса, они так и не стали вариантами, вызывающими озабоченность. Да, процесс мутации происходит. На сегодняшний день мы видим, что омикрон стал достаточно массовым вариантом. У него высокий индекс репродукции. Он быстро распространяется, но и тяжесть течения, как правило, меньше. Что касается прогнозирования, знаете, даже самые опытные эксперты, даже самые знающие эпидемиологии прогнозируют сегодня очень осторожно. Потому что, конечно, есть осенне-зимний период, когда идет подъем заболеваемости респираторными вирусными инфекциями. Но, с другой стороны, есть и естественное развитие, естественная эволюция вируса. Поэтому в данной ситуации быть наверняка уверенным, что мы попрощались с COVID-19 нельзя. Поэтому полностью забывать о предосторожности и, в первую очередь, о вакцинации я бы не советовал. Сейчас лето, затишье. Впереди осень, когда будет подъем заболеваемости коронавирусом наверняка. Вы, как специалист, когда бы порекомендовали начинать думать о вакцинации либо ревакцинации населения, чтобы к осени подойти уже подготовленным? Разделю вопрос на две части. Когда нужно думать о вакцинации? Если вы еще не сделали вакцинацию, то думать надо прямо сейчас. Потому что даже если вы переболели, то, сделав прививку, вы достигнете так называемого гибридного иммунитета, о котором мы говорили. Это наиболее надежный механизм защиты от инфекции COVID-19. Если вы вакцинировались, то с точки зрения безопасности на сегодняшний день обоснована бустерная вакцинация. Это можно сделать планово вполне летом. Как правило, достаточно одной дозы для бустерной вакцинации. На сегодняшний день однодозовая вакцина, которая имеется, это спутник лайт, это одна доза. И с учетом предыдущего курса завершенного вакцинации или даже бустера, который уже был, после которого прошло 6 месяцев и более, вы имеете право сделать повторный бустер. Я приведу пример Израиля, в котором уже значительное количество населения сделало несколько бустерных прививок. То есть первый курс вакцинации, потом один бустер, второй и некоторый уже третий бустер. Это не есть плохо, это есть хорошо. И это защита на случай подъема заболеваемости в сентябре. Потому что я напомню, даже после бустерной вакцинации должно пройти какое-то время для стимуляции дополнительной выработки антител. Если говорить про бустерную вакцинацию и практических рекомендациях, стоит ли вакцинироваться сейчас, чтобы прошел достаточный период для подготовки, либо можно это сделать, например, в августе? Очень интересный вопрос. Когда стоит сделать плановую процедуру? Сейчас или в августе? Это зависит от многих моментов. В том числе от загруженности, от занятости человека. Но если у человека прошло 6 месяцев после предыдущей прививки, он может, и я ему рекомендую сделать бустерную прививку. Это можно сделать в июне, в июле, в августе соответственно. То есть люди планируют лето, люди планируют определенные поездки. Понятно, что лето это про отпусков, но я бы не рекомендовал откладывать это до последнего. Поэтому если есть возможность у вас сделать бустер, то делайте бустер. Не могу не спросить про еще одно заболевание, которое сейчас просто у всех на слуху. Это оспобезьян. Как вы считаете, стоит ли Беларуси вообще волноваться по этому поводу? И в случае возможного завоза, ну вдруг, получит ли это заболевание широкое распространение? Я, с вашего позволения, начну со второй части вопроса насчет широкого распространения. Пока что мнения экспертов сходятся в том, что это заболевание не обладает высоким пандемическим потенциалом. Мы вспомним индекс репродукции, такой термин. Это то число неиммунных людей, которые могут быть заражены от одного заболевшего. То есть вот пример вируса COVID-19, SARS-CoV-2. Если мы говорим о штамме Дельта, то это чуть больше пяти индекс репродукции. Значит, что один человек, заболевший вирусом Дельта, в среднем заражает больше пяти человек неиммунных вокруг него. Если мы говорим о омикроне, то у омикрона этот индекс выше, индекс репродукции, в районе восьми. То есть один заболевший омикроном может заразить восемь человек вокруг него. Почти как корь. Ну, корь еще выше. Корь – это одна из наиболее контагиозных инфекций. И там индекс репродукции может быть в районе 12, например. И вопрос ветряной оспы, как висококонтагиозной инфекции. Когда мы говорим о оспе обезьян, то пока что данные, которые мы имеем о индексе репродукции, говорят о том, что он колеблется от 0,8 до 2. То есть один заболевший может в среднем одного и заразить до двух человек. То есть это невысокий пандемический потенциал на сегодняшний день. Плюс требуется достаточно тесный контакт. Поэтому понятно, что Республика Беларусь в этой ситуации резко не будет отличаться от других стран со схожим уровнем развития, системой здравоохранения. Но на сегодняшний день вы спросили, стоит ли переживать. Переживать не стоит. Стоит быть готовым. На наш взгляд, система здравоохранения Республики Беларусь делает все возможное, чтобы быть готовым отвечать на вызовы эпидемиологического характера. Не так давно говорили, подозревали, что этот вирус, возможно, передается воздушно-капельным путем. Эта теория подтвердилась, либо пока еще она в стадии проработки? Знаете, механизмы передачи инфекционных заболеваний, это то, что является предметом дискуссии. Аэрозольный, воздушно-капельный, размер частицы, который требуется для переноса, расстояние, которое пролетает частица при переносе. Опять же, подчеркну, на сегодняшний день количество случаев оспы обезьян не настолько высоко, настолько достоверно, чтобы утверждать наверняка. Можно лишь сказать, что это заболевание передается от человека к человеку. Это действительно достоверно. И ее контагиозность незначительна на сегодняшний день. Еще одно заболевание, о котором тоже много говорили, это острый гепатит неизвестного происхождения. Болели в основном маленькие дети, подавляющее большинство случаев. Уже известен механизм заболевания и причины его, и, соответственно, лечения? Что касается гепатита, неустановленной теологии у детей. Информации крайне мало. Данных крайне мало. Более того, на конгрессе, прошедшем Евразиатского общества по инфекционным болезням, был краткий момент обсуждения. И эксперты сошлись на том, что, собственно говоря, дискуссий пока не может быть объемных, потому что данных очень мало. Все, что мы пока знаем, что есть несколько сотен случаев заболевания детей в мире. Более 600 случаев, если быть точнее. Основное количество случаев заболевания гепатитом – это США и Великобритания. А дальше вопросы этиологии, то есть происхождение этого гепатита, остаются открытыми. Часть данных говорит о том, что значительное количество детей, из переболевших COVID-19, и это сейчас обсуждается, перенесенная инфекция COVID-19, как возможный фактор риска вот этого гепатита. Но данных доказательных пока нет. Поэтому я бы рекомендовал на сегодняшний день не делать голословных заявлений, а понаблюдать ситуацию в мире. Опять же, подчеркну, да, заболевание может нести тяжелое течение у некоторых детей. Часть детей, которые заболели, понадобилась пересадка печени. Эти случаи описаны уже. Но четких данных ни о этиологическом агенте, ни о патофизиологии заболевания пока ни у кого нет. Но источник заболевания – это вирус, правильно я понимаю? А дальше очень интересный вопрос. Понятие гепатит – это поражение печени. Гепатиты бывают различных происхождений. Вирусы являются одной из причин гепатитов. В данной ситуации у этих детей были молекулярно-генетическими методами, в том числе обнаружены аденовирусы, и участие детей было обнаружено вирус SARS-CoV-2 COVID-19. Но то, что эти вирусы были обнаружены, находятся ли они в причинно-следственной связи с вот этим гепатитом, пока не ясно. Но опять же, мы говорим про гепатиты. Я понимаю, что гепатиты бывают разных видов, и заболевания происходят разными способами. Но в то же время у нас есть вакцинация против некоторых видов гепатита. Насколько вот эта вакцинация может, как вы считаете, предотвратить случаи гепатита, в том числе, вот как сейчас, неизвестного происхождения у детей, у населения? Я хочу подчеркнуть, что вообще вакцинация против гепатита B – это одно из величайших достижений человечества. Кстати, это первая вакцина против онкологического заболевания. Когда мы говорим о онкологии, нам иногда кажется, вот вакцины против рака – это что-то, что впереди, что-то, что разрабатывается. На самом деле, вакцины против рака есть. И две из них мы очень хорошо знаем. Вакцина против рака – это вакцина против гепатита B. Та вакцина, которую прививают всех новорожденных детей в этой стране, еще в роддоме, в первые сутки вводится прививка от вирусного гепатита B всем новорожденным детям в нашей стране. Ну, похожая ситуация практически во всех странах мира. Это принцип национального хрендаря прививок. И прививка от вирусного гепатита B защищает от рака печени, потому что во многом и в значительном количестве случаев гепатоцеллюлярная карцинома – это исход хронического вирусного гепатита B. И те страны, которые внедрили вакцинацию от гепатита B, снизили заболеваемость раком печени. Ну, а вторая вакцина противораковая – это вакцина против вируса папиллома человека, о которой мы сегодня говорили. Эта вакцина защищает от рака шейки матки. Поэтому насколько вакцинация от гепатита B может повлиять на риски или снижение рисков в отношении гепатита неустановленной этиологии, никто не может сказать, потому что пока никто не знает, какой этиологии этот гепатит. Он поэтому так и называется – гепатит неустановленной этиологии. Вы сейчас говорите про неспецифический эффект вакцинации. А еще есть какие-то примеры? Ну, когда мы говорим о неспецифическом эффекте, да, то как раз таки вот противоопухолевая – это специфический эффект. ВПЧ-вакцинация, она как раз и направлена на профилактику рака шейки матки. А есть термин, действительно, который вы обозначили, термин «неспецифические эффекты вакцинации». Это когда вакцина защищает от какого-то заболевания, но коллатерально она защищает еще от каких-то других заболеваний. И зачастую это было не предусмотрено изначально, когда проектировалась вакцина. Интересным историческим примером является вакцина против полиомиелита – оральная полиовакцина, которую внедряли в Советском Союзе массово. И уже тогда обнаружили, что общество, например, трудовой коллектив, который массово привили этой оральной полиовакциной, стал меньше болеть другими инфекциями – респираторными вирусами, то, что мы называем болит горло, насморк. А при чем здесь оральная полиовакцина? Оказалось, что вакцины, и в основном это, конечно, атенуированные вакцины, они не только защищают от конкретной инфекции, они еще и на какой-то промежуток времени могут простимулировать неспецифическое звено иммунитета. И простимулировать его, и помочь защитить от других. Мы можем привести пример, когда человек занимается спортом, он же не только начинает хорошо играть, например, в футбол, но у него еще прекрасно формируется осанка, например, мышечный корсет, общее здоровье поддерживается. То есть точно так же есть вакцина. Это некая тренировка для иммунной системы, в хорошем смысле слова. Вы даете субстрат, на который иммунная система реагирует и работает, а иммунная система должна работать. Мы знаем те ситуации, когда люди были помещены в стерильные условия, и они очень быстро умирали. Потому что, когда иммунная система не получает сигналов из наружной среды, то ей нечего делать, она атрофируется. И многие факторы иммунной системы теряют свою эффективность. Поэтому прививки – это естественно, и это хорошо, и это нормальный стимул для иммунного ответа. Вы сейчас говорите больше об исторических фактах. А сейчас вот такая ситуация наблюдается. Наблюдается ли отложенный эффект, ну, условно, от прививки, от полимелита? Ну, я хочу подчеркнуть, что сейчас все-таки вакцина от полимелита инактивированная, используется у нас в стране, по крайней мере. И несколько меньше этот момент можно ответить. Это более касается оральной полиовакцины. Это другой тип вакцины. Но в целом, по целому ряду вакцин можно отметить неспецифические эффекты. В основном это касается живых, атонуированных, то есть ослабленных вакцин. Но известная, например, комбинация ослабленных вакцины, это КПК, корь, паратит, краснух. Тоже, кстати, входит в национальный календарь профилактических прививок нашей страны. Поэтому, еще раз говорю, это наблюдается, это можно увидеть. Дети, которые придерживаются календаря прививок, которых прививают как надо, они болеют меньше. И, кстати, многие отсылают ко времени Советского Союза, но ведь тогда отказов от вакцинации не было. Тогда, по большому счету, мнение этого родителей почти не спрашивали. Были подходы, унифицированные для всех, и детей прививали, если у них не было противопоказаний, достоверных противопоказаний к прививкам. Еще один момент тоже про комбинацию вакцин. Сейчас идет речь о возможной разработке вакцины против гриппа и коронавируса. Вообще, возможно ли такая вакцина? Будет ли она действована? Что касается комбинации, то это один из наиболее эффективных вариантов введения вакцин на современном этапе. Что касается комбинации конкретно COVID-19 грипп, то это в процессе разработки. И пока зарегистрированных вакцин такой комбинации нет. Но это вполне возможно в перспективе. Вообще, подходы в мировой вакцинологии таковы. Задача в одной инъекции совместить как можно больше или различных сиротипов конкретного заболевания или даже различных инфекций. Цель преследуется простая. Снизить количество посещений поликлиники. Чем больше ребенка вводят в поликлинику, тем больше шанс, что он заболеет. К сожалению, это факт. Снизить травматизацию. Чем больше делают уколов ребенку, особенно в младшем возрасте, тем тяжелее он это воспринимает. Зачем сделать пять уколов, если можно сделать один, где в одной прививке будут вся защита от всех инфекций. И, кстати, в Беларуси активно применяется следующий подход. И в практически всех развитых странах мира используются комбинированные прививки. Известные комбинации, которые и входят в календари. Это комбинации, которые идут на первом году жизни. Это коклюш, дифтерия, столбняк. Это инактивированная полиовакцина. Это гемофильная инфекция типа В. И это гепатит В. Вот я назвал шесть инфекций. И прививка от этих шести инфекций это один укол. Тем не менее, сейчас к вакцинам, в частности к вакцине против коронавируса, относятся несколько легко. Потому что сейчас такой период, когда регистрируется меньшее количество заболеваний. Но, тем не менее, вакцинация против коронавируса еще актуальна? Вакцинация против коронавируса еще актуальна. Поэтому у тех, у кого прошло время, как я уже говорил, и показан бустер свыше шести месяцев, этот бустер обоснован. Те, кто вообще не привился, и даже если он переболел, это тоже обоснованно. Я хочу еще раз подчеркнуть, мы живем в состоянии достаточной неопределенности. Если вы скажете, что кто-то гарантирует вам, что COVID-19 вас больше не затронет, то человек мало осведомлен о ситуации с инфекционными болезнями. Поэтому полностью расслабиться нельзя. Надо быть просто готовым, надо жить сейчас полной жизнью. Люди могут уже путешествовать, открываются границы, общаться между собой, проводить совместные мероприятия, встречаться с друзьями, с родственниками. Но сделайте базовые моменты профилактики. Сделайте бустер от COVID-19, осенью сделайте прививку от гриппа. Более того, я хочу подчеркнуть еще одну важную категорию. Беременные женщины. Беременные женщины – это группа приоритета по вакцинации Всемирной организации здравоохранения, по вакцинации против гриппа. Беременные гриппом болеют тяжелее, и риски у них выше. Поэтому везде в мире, кстати, у нас, когда беременная женщина становится на учет, если уже есть вакцина от гриппа текущего сезона, им нужно сделать прививку. Это безопасно, это эффективно. И миллионы, десятки миллионов, сотни миллионов беременных женщин в мире были привиты от гриппа. На сегодняшний день врачи имеют достаточно данных, чтобы сказать, что это безопасно и это эффективно. Практический совет. Опять же, пожилые родственники, люди старше 60 лет, пневмококковая инфекция, о которой мы сегодня говорили, эти люди подвержены риску тяжелых пневмоний. Эти пневмонии во многом вызываются именно пневмококом. Особенно это характерно для тех семей, где вместе проживают три поколения, где, например, бабушка-дедушка, родители и внуки. И вот состав сиротипов пневмококка, которые внуки принесут из детского сада или из школы, он другой, чем тот состав, с которым знаком дедушка. А у дедушки может быть бронхиальная астма, хроническая обструктивная болезнь легких, у него может быть артериальная гипертензия, сахарный диабет, целый набор других состояний, которые утяжеляют течение пневмонии. И чтобы защитить дедушку, его надо привить от пневмококковой инфекции. И тогда дедушка сможет увидеть, как вырастут его внуки, пойдут в институт, женятся и, может быть, даже увидят правнуков. Пожалуй, заключительный вопрос. Я знаю, что ваш университет в том числе участвует в разработке белорусской вакцины против COVID-19. Какова роль вашего университета? Это амбициозный, серьезный проект. И наш университет запланирован как научная база для обоснования дизайна и проведения первых клинических испытаний отечественной вакцины. Спасибо вам большое за эту интереснейшую беседу.